Продолжаем выпуск актуальной информации от телеканала Панорама ТВ, входящего в наш медиахолдинг. Сегодня многие задаются вопросом, почему происходит укрепление рубля, а цены на товары не снижаются. На сегодняшний день, по данным Банка России, курс доллара составляет 52 рубля 96 копеек, а курс евро 55,88. Такого не было давно. Но вот цены на многие товары все равно не очень-то снижаются. Эксперты объясняют это тем, что рост цен, особенно на продукты, во многом зависит от их стоимости на глобальном рынке. Государство может сдерживать цены, но только частично. На рост цен влияют такие факторы, как стоимость нефти, металлов, газа и удобрений. Если дорожает нефть, то дорожает и бензин, а вместе с ним и логистика, включая доставку продуктов и различных товаров. Также, по мнению экспертов, цены не падают из-за растущих издержек производителей. Безусловно, ценники на овощи и фрукты в магазинах не радуют россиян, а потому выросла ценность и приусадебных участках. Ведь на них можно разбить огород и выращивать овощи и фрукты. Это и полезно, и вкусно, и, безусловно, экономия семейного бюджета. Плюс на зиму можно делать закатки. Мы поинтересовались у жителей Твери, что они предпочитают, труд на грядках или поход в магазин. Картошку, свеклу, морковку, огурцы, помидоры обязательно, очень много зелени. Сейчас кукурузу посадили, много всего. А как, помогаете? Да, каждый день. Это потому что полезно. Помощь все-таки. Да, экономит очень много денег, потому что продукты, овощи очень дорогие в магазинах. Я предпочитаю, конечно, свежую зелень с дачи, чем магазинную. Закатки или же вот даже свежую покупаешь, магазинную, а к вечеру, если ты ее не успел заморозить, она уже не очень свежая получается. Своё, чтобы сам посадил, какие семинары, чтобы посадил, лучше своё всегда.